Классическая музыка, как говорится, товар штучный. Не секрет, что композиторы склонны к уединению и часто даже к одиночеству. За всю историю музыки успешные союзы, кружки или сообщества композиторов можно пересчитать по пальцам. Наш сюжет расскажет о самой блистательной группе композиторов, которые, сидя в одной комнате, определяли будущую судьбу европейской музыки. Причем комната эта находилась не в Париже, не в Лондоне и не в Берлине, а в Санкт-Петербурге. В 1855 году амбициозный 18-летний юноша из Нижнего Новгорода по имени Милий Балакирев ехал покорять Петербург. За спиной у него были два года изучения математики в университете и любовь к музыке. Столица приняла его на удивление быстро. Во-первых, Балакирев прекрасно играл на рояле и не стеснялся выступать перед публикой. А кроме того, он быстро сумел завести знакомство со светилами русской культуры – композитором Михаилом Глинкой и критиком Владимиром Стасовым. Глинка убедил Балакирева посвятить жизнь сочинению музыки, а Стасов посоветовал ему создать творческий кружок, который объединил бы лучших композиторов молодого поколения. Вскоре судьба свела Балакирева с Цезарем Кюи. Он был военным инженером, но пробовал свои силы в сочинении музыки. Затем к ним присоединился гвардейский прапорщик Модест Мусоргский. Еще через пару лет в творческие сети Балакирева попались морской офицер Римский Корсаков и известный химик и военный врач Александр Бородин. Так собрались пятеро друзей, недоучившиеся математикой четверо военных. Именно им, музыкантам-любителям, и предстояло создать новую русскую музыку. Воздохновителю кружка Владимиру Стасову было несложно улечь молодых людей идеями патриотизма и народничества. То было время, когда император освобождал народ, отменяя крепостное право, а горожане с энтузиазмом уезжали в села «Лечить и обучать крестьян». Участников Балакиревского кружка интересовала не только современная им политика, но и история Руси. Их привлекали образы государей и крестьян, русские сказки и пейзажи. Они ездили записывать народные песни, которые затем использовали в своей собственной музыке. Творческий метод Балакирева был незамысловат, но очень продуктивен. На общих собраниях он предлагал каждому из своих друзей тему или жанр. Композитор брался исполнять задания, а чуткие коллеги следили за ходом дела и помогали товарищу советами. Балакиреву слушались беспрекословно, ибо обаяние его личности было страшно велико, писал римский Корсаков. То, что он слушался своего наставника, было неудивительно. Будущему мэтру в ту пору было всего 17 лет. Да и остальным участникам кружка было чуть более 20. Никто из них не являлся профессиональным музыкантом, учиться музыке в России тогда еще было негде. Петербургская консерватория открылась лишь в 1862 году. Кружок Балакирева так и остался бы одним из множества любительских кружков, возникавших и бесследно исчезавших в истории, если бы не удивительное сочетание обстоятельств. Вокруг Балакирева собрались не просто талантливые ребята, а сразу три гения. Мусорский, римский Корсаков и Бородин. Их божествами были русские классики Глинка и Драгомышский. Они уважали музыку Бетховена и считали достойными внимания сочинения некоторых европейских композиторов-романтиков. Все остальные творцы попадали в черный список. Кружковцы не жалели эмоций и сил, чтобы расправиться с устаревшими творениями Баха, Гайдена и Моцарта. Они запальчиво и азартно критиковали современную модную музыку, которой относили опусы Чайковского и Рубинштейна. Возмущали их и новые оперы итальянца Верди, поставленные на сцене Императорского театра. С тем, что им не нравилось, друзья боролись со всей искренностью и пылом юношеского максимализма. Изучая, критикую и упорно работая над собой, музыканты-самоучки очень скоро превратились в первоклассных профессионалов. Завоевав авторитет, они выступали с концертами из собственных сочинений. После одного из таких вечеров Владимир Стасов написал, сколько поэзии, чувства, таланта и умений есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов. Из этой почти случайной фразы и родилось знаменитое название «Могучая кучка». И все же законы творчества оказались сильнее идей. Гении не могут шагать дружным строем и беспрекословно слушать советов товарищей. Историю «Могучей кучки» Бородин объяснял со свойственным ему чувством юмора. Пока все были в положении яиц под наседкую, разумею, Балакирева, все мы были более или менее схожи. Как скоро вылупились из яиц птенцы, обросли перьями. Перья у всех вышли различные, а когда отросли крылья, каждый полетел, куда его тянет. Все острее разлад с друзьями чувствовал Модест Петрович Мусоргский. Ему тяжело далась премьера оперы Борис Годунов. И когда кучкисты встретили его творения претензиями, он поспешил от них отдалиться. К огорчению друзей римский Корсаков принял предложение Антона Рубенштейна стать профессором в только что открывшейся консерватории. Кружковцам это показалось едва ли не предательством, ведь в консерватории учили по немецкой системе, а стало быть, она разрушала русские традиции. Бородин, вечно обремененный грудой семейных и научных дел, все реже садился за партитуры. Но Абалакирев, он столь тяжело переживал распад своего кружка, что впал в глубокую депрессию, которая привела к серьезному душевному расстройству. Могучая кучка, выполнив свою историческую миссию, исчезла, но могучие творцы, составлявшие ее центр, продолжали свой полет. Благодаря им русская музыка впервые в истории вырвалась за границы большой страны. К концу 19 века странное выражение «могучая кучка» и имена римского Корсакова, Мусоргского и Бородина хорошо знали в Европе. На музыке балакиревских птенцов выросли Клод Дебюси и Морис Равель, Игорь Стравинский и Сергей Прокофьев. Каждый из них поражался, глядя на своих предшественников, ведь с позиции академического музыкального искусства могучая кучка не что иное, как кружок самодеятельности. Такое чудо случилось только раз. И только в России неудавшийся математик, химик, инженер, моряк и прапорщик сошлись вместе, чтобы изменить историю мировой музыки. На сегодня это все. Жаль, но приходится прощаться. С вами был Геннадий Янин. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok